Всем привет! Субтитры сделал DimaTorzok Агенты фонда вездесущие И как-то раз внедрённые в полицию оперативники сообщили о том, что в одном американском городке при странных обстоятельствах пропадают люди Такие сообщения, конечно же, всегда сразу проверяются секретной организацией Потому что, может, конечно же, там и маяк какой, или что-то ещё не менее унылое А может, монстр жрёт народ, а это уже интереснее На этот раз оказалось, что среди рядов обычных, ничем не примечательных особняков в пригороде Был дом-ловушка, из которого было практически невозможно выйти К сожалению, фонд узнал об этом свойстве дома, потеряв двух оперативников SCP-210 Это двухэтажный особняк, затопленный до 4,35 метров Неизвестным жидким веществом Вещество, обозначенное как SCP-210-01 Обладает показателем преломления почти идентичном в воде Данная жидкость не видна находящимся вне SCP-210 И не вытекает, если открыть дверь или окно объекта Все живые существа, вступившие в контакт с SCP, впадают в подобное сну состояние И начинают дрейфовать в жидкости, как если бы они обладали нейтральной плавучестью Пойманные таким образом люди обозначены как SCP-209-02 К настоящему времени с помощью дистанционно управляемых устройств зарегистрировано SCP-210-02 и спускают постоянные потоки пузырей, как будто выдыхая Несмотря на то, что не было обнаружено источника воздуха Похоже, что данные субъекты нормально дышат Было отмечено, что пойманные люди медленно передвигаются сквозь SCP-210-01 Будто танцуя Не установлено, является ли это следствием активности субъектов или микротечений в SCP-210-01 Пока фонд искал пути вытащить своих агентов или вообще хоть кого-то из этого здания Другие сотрудники продолжили исследовать сообщения о различных странных событиях с подобными особняками Мало ли, сколько еще домов ловит людей И в один прекрасный день натолкнулись на сообщение, что дом напал на рабочих Которые пытались его снести, обозначив его следующим объектом в базе данных То есть SCP-211 И прибыв на место, сотрудники фонда увидели принадлежавшие некогда очень богатой женщине-особня Который изнутри весь был обклеен листами бумаги Некоторые из них были пустыми Некоторые страницами книг А некоторые различными эскизами Вроде бы странно, но мало ли чем занималась поехавшая владелица дома Не похоже это как-то на работу для фонда Но когда сотрудники начали отрывать страницы Выяснилось, что на месте оторванных появляются новые А главное, что все листы остры как бритва При этом сам дом активно защищается Бросая эти острые листы в те, кто наносит ему повреждения Чтобы исследовать это странное явление Фонд послал сотрудника класса D Который попытался поджечь дом В итоге сильно истерзанный труп несчастного D-класса С трудом удалось оттащить от двери Разъяренного такой наглостью особняка На сегодняшний день дом обложен взрывчаткой Фонд наблюдает за ним И готов взорвать его в любой момент Если он начнет делать что-то совсем уж дикое Ну а пока не начал, пусть стоит Такова логика фонда SCP-211, как оказалось, не единственный в своем роде разумный дом Ведь вскоре был обнаружен SCP-1171 Тут правда получается небольшой отход от идеи этого видео Ведь вначале я сказал, что оно только о тех объектах Которые больше нигде не упоминаются Но про этот дом написан аж целый стих В общем где-то в Австралии стоял двухэтажный такой коттедж Ничем особо не примечательный В нем в разное время жило несколько семей Но никто из них не замечал ничего необычного Однако последний одинокий владелец дома утверждал Что живет он в доме не один и кроме него есть еще и призраки После небольшого исследования этого явления Фонд решил срочно выкупить здание и оградить его высоким забором Оказалось, что в этом доме на окнах на конденсате появляются надписи По виду похожие на то, как если бы их писали пальцем И само собой появляются они сами по себе То есть получается их и правда наносят призраки? Или этот дом так пытается общаться? Содержание этих посланий по всей видимости и напугало предыдущего владельца На окне прямо перед ним появлялись надписи В духе «Жалкие углеродные мартышки, убирайтесь вон» Когда ученые фонда вошли в дом Они решили поговорить с существом Также оставляя надписи пальцем по стеклу И произошло непредвиденное Оказалось, что то, что оставляют надписи И не против поговорить Оно назвало себя Бьюремон Существо это оказалось жителем параллельного мира Который, похоже, слегка пересекается с нашим Как раз в месте, где и построен сам дом Пересекается не настолько, чтобы в него можно было попасть Но настолько, чтобы можно было писать пальцем по конденсату на стене Так, чтобы это было видно в соседнем мире Общение получилось примерно такое SCP-171-1 Да, ну знаете, человеки Разве они у вас не водятся? Доктор Останавливается на мгновение Затем отвечает Нет, расскажи мне о человеках SCP-171-1 Ну они отвратительные Я имею ввиду, не поймите меня превратно Я не расист или типа того Некоторые мои лучшие друзья-человеки Но если они так же хороши, как мы, то зачем им нужна кожа? Разве я не прав? Но это то, как он отвечает, если представиться существом, которое не является человеком В эксперименте, где сотрудник представился человеком, разговор был совсем иным SCP-171-1 О, я не знал, что у Дока есть знакомые человеки Агент Что-то не так? SCP-171-1 Нет, нет, нет Самое время Доку завести друзей среди человеков Я рад видеть, что он встретил кого-то ещё Агент Приятно слышать это SCP-171-1 Разнообразие придаёт вкус жизни Это мой девиз А как ваши дела? Ваша кожа красивая и упругая Ваше тело полно жидкостей По всей видимости, в этом параллельном мире, где живёт это существо, дела пошли каким-то совсем странным образом Однако в мире SCP-171-1 Сломанная и без этого То параллельные миры вот просачиваются, то со временем чё-то не то происходит Например, однажды, когда-то в 50-х годах, в большом двухэтажном доме жила семья Как-то раз в этом доме произошёл взрыв и все члены семьи погибли Из-за того, что это строение располагалось где-то в Техасской пустыне, об этом довольно долго не было никому известно Но странные события привлекали внимание местных жителей, а потом и фонда Кто-то из местных утверждал, что слышит звук, похожий на взрыв каждые 8 секунд Его, конечно же, объявили сумасшедшим Но фонд, разумеется, проверил всё это И на месте оказалось, что источник шума – это жилище погибшей семьи Сам дом был обозначен как SCP-1950 А члены семьи были обозначены номерами, начиная с SCP-1950-1 по-4 SCP-1950 замкнут в постоянной петле времени длительностью 4 секунды По завершении движущейся с той же скоростью в обратном направлении к началу Таким образом, в целом занимая 8 секунд Временная шкала 4-секундного отрезка заключается в следующем Нулевая-1 секунда SCP-1950-2 моет посуду в раковине на кухне Тире-3 входит в комнату Тире-1 делает быстрое движение, как будто что-то метаем С первой по вторую секунду Тире-3 движется через комнату к задней двери Кратко беседую с Тире-2 Тире-1 начинает быстро двигаться в сторону лестницы Со второй по третью секунду Тире-3 начинает открывать дверь Тире-1 проходит половину лестницы С третьей по третью с половиной секунды Крупная тепловая сигнатура в подвале вырастает на 10% С третьей с половиной по четвертой секунду В подвале происходит взрыв, разрушающий дом Из-за всех окон вырываются крупные клубы пламени Выживших не наблюдается Взрыв выходит наружу примерно на 2-4 метра Прежде чем цикл перематывается обратно с той же скоростью Да, семья из четырех человек оказалась в каком-то временном баге мира Где они раз за разом переживают свою смерть Снова и снова, без конца Такие вот во вселенной SCP заброшенные дома Без призраков, проклятий и прочей клишированной фигни Только самая дикая дичь в них происходит И конечно же мораль в конце Если ваш дом нападает на вас Лучше вызвать агентом фонда, а не пытаться драться с ним Всем пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok